Всем привет, с вами снова я, Саша, и по названию этого видео вы уже поняли, что сегодня мы с вами пойдем за канцелярией. Я уже купила себе всю канцелярию университет, и об этом есть отдельное видео, если вам интересно, то переходите по ссылке в описании или по подсказке, там я рассказала все, что мне понадобится для первого курса, и студенты также могут посмотреть это видео, точнее будущие студенты, и убедиться в том, что они купили все или нет. Вот, и у меня осталась пара мелочей, которые, возможно, хотела бы докупить к универу, это небольшие тетради, и поэтому сегодня я решила съездить в канцелярский магазин, а точнее в самый большой в нашем городе, по моему мнению, самый классный, потому что там есть огромный выбор канцелярии, он даже двухэтажный, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, сегодня посмотрим, какой выбор есть в канцелярии, и вообще интересно, сколько людей в магазинах, потому что сейчас самый сезон, и сейчас конец августа, я думаю, будет много народу, но и, наверное, новый выбор, поэтому посмотрим на канцелярию. Как вы все, наверное, помните, в этом году я сдавала ЕГЭ, теперь я студент. На ЕГЭ я сдавала всего лишь три предмета, но совмещать подготовку к трем предметам одновременно было довольно-таки сложно, поэтому хочу рассказать вам про образовательную компанию Maximum Education, которая может помочь девятиклассникам и одиннадцатиклассникам подготовиться к экзаменам по четкой программе без лишней воды. Maximum Education не просто готовит к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, но еще дает гарантию поступления на бюджет. Благодаря подготовке Maximum Education уже более десяти тысяч выпускников стали высокобальниками на ЕГЭ. Еще важный элемент курсов — психологическая подготовка, потому что многие из нас сильно переживают во время экзаменов и могут даже потерять баллы. В Maximum Education вы будете заниматься с преподавателями-экспертами из топовых вузов, которые сами сдали ЕГЭ на 90 плюс баллов по актуальным заданиям, которые реально встречаются на экзамене. Сможете выбрать удобный для вас формат обучения — индивидуально или в группе, онлайн или очно. У них филиалы, кстати, в 50 городах по России. А также пользоваться онлайн-платформой со всей необходимой теорией, вебинарами и заданиями. Если хочешь убедиться, что тебе такой формат подходит, то запишись на бесплатный пробный урок. Преподаватели дадут тебе рекомендации и расскажут о полезных лайфхаках, и ты сможешь посмотреть, как проходит обучение. Ссылочку оставила в описании. И давайте начинать смотреть, что-то интересненького есть из канцелярии. В этом магазине я была в самом начале лета, ну где-то, может быть, в июле плюс-минус, и здесь, конечно, прибавились новые товары. Давайте посмотрим, что тут есть. Мне очень понравились вот эти вот большие наборы, которые можно поставить на стол. Здесь 12 текстовых делителей, и выглядит реально круто. Я бы себе такое приобрела, но у меня уже есть очень много текстовых делителей. Также продаются текстовые делители поштучно. А еще сейчас в моем телеграм-канале проходит огромный конкурс на канцелярию, посвященный тематике Back to School. Там прям безумно много призов. Так что, если хотите поучаствовать, то переходите по ссылке в описании. Помимо этого, там есть много всего полезного, поэтому переходите. То есть вы можете докупать цвета, которые вам нужны. Возможно, у вас какие-то закончились, или вы не хотите такой набор. Просто берете и покупаете поштучно. Цены, конечно, кусаются, но ничего не поделать. Далее идут папочки. Их тут очень много, такие большие папки. Я ими в основном не пользуюсь, но они выглядят очень прикольно, и можно так все организовать на рабочем столе. Вот это мне понравилось. Это можно использовать как просто тетрадь для учебы. Сюда купить листы и ей пользоваться. Далее есть готовые органайзеры вместе с канцелярией. Они тут стоят с самого начала лета. Видимо, не пользуются большой популярностью, но такие тут есть, и некоторые мне даже показались симпатичными. Здесь есть инороги, просто какие-то розовые. И также тут можно приобрести обычные органайзеры, тоже нормальные, для канцелярии на рабочий стол. Далее здесь идет отдел с ручками. И здесь есть много разных ручек, действительно. Я себе не стала покупать, потому что вы просто не представляете, сколько у меня дома есть новых ручек, которые нужно исписывать. Я думаю, мне их хватит на года 2-3 ближайшие. Так что на ручки я стараюсь особо не засматриваться, но тут есть прикольные ручки по 30 рублей, вот такие вот с совушками, которые можно стирать. Также я увидела огромный вот такой вот набор на 48 линеров. Я думаю, что прикольные, конечно, их слишком много, но просто интересно. Ну и тут продаются также ручки поштучные, похожие на те, которые мы недавно видели. Ручек тут действительно много, и можно бесконечно их смотреть. Огромное количество наборчиков есть, и металлические, и просто какие-то с блестяшками. Я такие раньше очень любила, когда была маленькая. Особенно, знаете, что-то раскрашивать, мне такое прям очень нравилось. Ну и дальше покажу вам, какие ручки тут еще есть. Давайте перейдем к чему-то другому, а, например, к блокнотикам и тетрадям. Здесь много из блокнотиков, их можно бесконечно разглядывать. Что мне приглянулось, так это планер. Планер для учебы с отрывными листами. Здесь есть такая вот целая неделя, куда можно писать свое расписание, какие-то дела и тому подобное. Помимо этого, здесь есть обычные ежедневники. Например, я люблю такие классические от Берлинга. Ну и на другом стенде я увидела просто различные записные книжки, какие-то журналы творческие, которые также можно приобрести и пользоваться ими вне учебы. Далее снова ручки, но это необычные разделы с ручками, потому что они с какими-то вот такими вот брелками. Я не знаю, насколько это удобно и функционально, в принципе, но выглядит мило, и таким можно также попользоваться, почему бы и нет. Но, к сожалению, такие ручки обычно у меня заканчивались очень быстро, и толку от них особо не было. И, наконец-таки, мы переходим к обычным тетрадкам. Здесь у нас предметные тетради, если честно, они вообще такие себе, как будто год 2010-й. Ничего против, но обычные слишком тетради, ничего такого. И вот эти мне как раз-таки не зашли. Вот здесь также есть сменные блоки для тетради. Я, кстати, себе все и так не смогла найти тот сменный блок, который мне нужен, он немножко другого формата, поэтому просто смотрела, какие тут есть тетради на сменном блоках. Поэтому просто смотрела на тетради, которые здесь есть, и, если честно, цены на вот эти вот тетради со сменными блоками очень большие. И выбор, конечно, есть, но он не такой большой, и цены большие. Помимо этого, здесь вот такие вот были красивые стуканчиком, также были большого формата на сменных блоках, Но в основном это, конечно, формат А5, например, есть вот такая еще с пончиками, и также я увидела какие-то маленькие блокнотики, можно использовать как под расписание. Здесь также были всякие тетради для нот, читательские дневники, просто вам быстро подсняла, потому что, когда я училась в начальной школе, такого вообще не было. И также есть огромный выбор словариков для английского языка, вы можете тоже посмотреть. И я, кстати, такими раньше очень часто пользовалась в школе, сейчас я предпочитаю либо в тетрадь записывать новые слова, либо как-то по-другому, например, в телефон. Теперь мой любимый стенд, это стенд с Бруно Висконти, потому что здесь есть много интересной канцелярии, действительно, она вся практически из одной серии. Ну, то есть она такая в одном стиле, так скажем, раньше я очень любила пользоваться этими ручками, но я поняла, что они стоят мне правда надорого и быстро заканчиваются. Ну, лично у меня так, хотя мне этот бренд очень нравится, потому что у них есть разные прикольные наборы и просто карандаши красивые. В общем, тут есть на что посмотреть, и всегда мне нравится разглядывать их канцелярию. Давайте смотреть тетрадочки, какие тут еще есть, это тетрадки по 48 листов. Кстати, очень сложно было найти стенды, где не было народу, потому что, вот я, как вам и сказала, было очень много людей, детей, которые выбирали канцелярию прямо перед учебой. И, соответственно, некоторые стенды были настолько заполнены людьми, что мне пришлось ждать, пока все уйдут, и вам подснять, какие тетрадки есть и так далее. Просто вам показывала выборочные тетрадки из 48 листов, которые бы мне понравились. И здесь еще были предметные тетради, но вот эти вообще очень смешные, не знаю, мне они вообще не зашли. А потом я увидела вот это, это просто прекраснейшие тетради предметные, это именно то, что я бы себе купила, потому что серия выглядит потрясно, согласитесь? Смотря на все предыдущие, которые мы с вами видели, предметные, эти выглядят очень круто, и в такой стиль у них необычный, я бы себе такие купила, если бы училась в школе, прям 100%. Ну и здесь были еще другие. Также у меня пригнулись вот эти вот предметные с котиками, я думаю, что они также симпатичные. Здесь было много всяких точилочек, ластиков, но у меня это все есть, я это все не покупаю, потому что зачастую ты уже купил, и на несколько лет тебе этого хватает. У меня лично так. Потом снова стенд с тетрадками, их тут очень много, и можно найти что-то интересное, вот это очень забавное с мопсиком, не знаю, оно очень смешное, и возможно, я бы себе купила, если бы мне не хватало тетради. Также просто здесь идут тетради на такой вот пружинке, не знаю, есть прикольные, и, наверное, когда у меня будут заканчиваться к универу, я буду сюда приходить и докупать, потому что сейчас у меня их максимально много. Еще я надумаю над тем, чтобы не ввести именно бумажные конспекты в универе, а все электронно, я буду пробовать и так, и так, и как мне понравится, я уже буду делать. Также тетради от фирмы Альт, мне они каждый год нравятся, потому что они всегда с такими милыми принтами, стоят они дороже, чем обычные тетради, но выглядят также соответственно. Тут есть и с авокадиками, и с котиками, и с велосипедом, также мне пригнулась вот эта вот тетрадь, точнее, необычная такая фолдербук от Эрик Раус, вот так вот она интересно раскладывается. Этот магазин всегда меня привлекал тем, что здесь есть гигантский выбор тетради, и здесь есть стенды по 48, по 96, клетка, линейка, еще меньше тетради. То есть, если вы прошли за какой-то определенной тетрадью, то вы, скорее всего, здесь ее найдете, потому что здесь их очень много, есть на любой вкус и цвет, и дальше вам тоже показывают тетради, потому что, ну, не могу вам это не показать. Хотела также вам на видео показать те, которые мне больше всего понравились, и чтобы вы что-то, возможно, для себя тоже присмотрели. Здесь идут тетради на 48 местов клетку, и такими тетрадями я всегда любила пользоваться в школе, начиная с пятого класса, это очень удобно. Вела как предметные, конечно, некоторые предметы не списывались, так скажем, а на некоторых предметах мне прямо понадобилось за год 2-3 таких тетрадей, это уже зависит от преподавателя, сколько диктует и так далее. Вот эта очень милая тетрадь, реально необычная, веселая, и мне она понравилась. Дальше у нас идут дневники, они в такой вот твердой обложке, но я такими всегда пользовалась, и мне всегда, в принципе, все устраивало. Тут я смотрела, какие есть, пока что мне ничего не приглянулось, просто обычные, но, например, вот этот милый дневник с корги. Не знаю, мне понравился. Дальше также здесь есть блокнотики и разные скетчбуки. Их тут тоже много, если вы любите рисовать, то вам будут реально понравилось, потому что скетчбуки есть с очень милыми и необычными принтами. А это вот такой вот маленький блокнотик, я не знаю, что с ним делать, в нем 16 листов просто с милым ежиком. Помимо этого, здесь есть вот такие вот блокнотики, какие-то ламы, тут кошечки, много всего вот такого необычного. Но такими блокнотами я уже очень давно не пользуюсь, и, в принципе, я их себе не покупаю, потому что понимаю, что мне с ними делать особо нечего, и как-то либо электронно что-то записываю, либо у меня есть ежедневник. Также вот такой красивый блокнот, сбоку он интересный. И дальше пошли пеналы. И выбор пеналов в этом магазине меня, конечно, разочаровал, возможно, кому-то понравится, но мне кажется, это либо для детей помладше, либо, не знаю, но такими пеналами я давно не пользуюсь. Обычные такие пеналы, никакой меня особо не зацепил, он, кстати, был очень смешной пенал, сейчас вам покажу. Прям огненный пенал, очень смешной. Но еще, кстати, у Влада А4 был альбом, я видела, вообще прикол. Ну и здесь вот такие вот какие-то непонятные пеналы, то есть я бы такими не пользовалась, какие-то слишком большие, непонятные. Но здесь зато были красивые корректоры в виде всяких фруктиков, не знаю, есть в виде машинок, лисичек. И тут их много, это вот такие вот обычные ленточные корректоры, и они очень удобные тем, что не нужно ждать, пока засохнет, а вы просто там исправили ошибку, и все классно. Давайте смотреть на рюкзачки, которые тут есть. Тут в основном для мальчиков, меньше для девочек, и выбор, так скажем, не особо, ну, больше для начальной школы. А вот эти пеналы такие, вот знаете, пластиковые, но я считаю, что они самые удачные в этом магазине, просто они реально симпатичные, и я бы такое, возможно, купила себе, если бы училась там в пятом классе. Вот этот дневник мне понравился в мягкой обложке, стоит, конечно, недешево, 370 рублей. И тут также вот такие вот дневники в мягкой обложке, они стоят дороже, и как бы с принтами поинтереснее, чем у твердых, поэтому, конечно же, они стоят дороже. Но, мне кажется, цена не особо оправданная. Потом уже на другом стенде я увидела точилки, и вот такой вот прикольный набор с ручками, мне кажется, удобно его брать в школу. Также я, когда выходила из магазина, увидела стенд с книжками, напишите в комментариях, если вы читали какую-то из этих. И стоит ли мне тоже почитать эту книгу? Пишите, мне будет интересно почитать. Ну и потом я увидела ланчбоксы, которые можно брать с собой на учебу. Принты, конечно, более детские, и нет каких-то лаконичных, просто с какими-то котами, есть забавные рисунки. Но, честно говоря, ланчбоксами я никогда не пользовалась, потому что такую еду не носила, хотя это удобно. И на этом мое видео уже подходит к концу. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск Back to School, специально для вас я его сняла. Увидимся в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok